всем привет на моем канале вы уже видели эту приставочку x96 mini у меня на канале есть обзор настройка этой приставки на стандартной версии прошивки стандартном андроиде который здесь 712 стоит по моему из коробки вот так она выглядит я думаю всем нам уже давно известная приставочка конкретно этот вариант у меня 2 на 16 меньше брать не рекомендую и это тупит и в принципе меньше некуда больше 1 на 8 это просто не знаю зачем если кому интересно посмотрите обзор посмотрите установку приложения настройку вот на стандартной версии вот этой прошивочки которая здесь стоит в этом же видео мы будем его прошивать с помощью usb порта который находится здесь usb порт и usb кабель usb usb папа который мы в этом видео также сделаем потому что у меня также его нет и делается он из подручных средств скажем так из старых зарядок например либо старых кабелет зарядок в стандартной версии прошивки мы имеем вот такой вот меню не особо удобно для использования с голосовым пультом и в частности с обычным родным пультом вот таким вот который идет в комплекте есть несколько версий прошивок на x96 mini я буду шить под а тв под android tv можно также прошить просто под девятую версию сейчас я покажу изначально что здесь стоит потому что сразу вам скажу счете вы на свой страх и риск можно кирпичить в принципе также можно и восстановить ее потом информацию об устройстве версия 712 x96 mini в общем то можно как и кирпичить эту приставку так в принципе потом ее восстановить с помощью разъема в который вставляется потом спичка нажимаете reset и заливаете родной обязательно родной только лишь дам дам конечно желательно слить вначале как это сделать а также покажу в идеале разобрать посмотреть какой чип ну и этого делать не буду я сразу буду шить и посмотрим это делаю это впервой во всяком случае на приставках тюнера я прошивал различные за свои там 14 лет стажа я прошивал массу различных тюнеров и через usb порт и через ком порт по всякому через различные переходники поэтому я думаю проблем с этим у меня не возникнет но все же скажу сразу что дело это в первый раз в общем будем шить но стандартное меню больше показывать не буду если интересно зайдите посмотрите видео стандартное меню я думаю всем вам известно потом уже посмотрим что нам дает прошивка а тв experience в идеале конечно иметь прибор тестер для прозвонки но в принципе если у вас нет то можно и так смотрите вот этот кусок и отрезал по моему от старой мышки или вот этот от от старой usb мыши а вот этот от какого-то еще устройства usb и в принципе что я сделал здесь я уже вот таким вот образом их спаял точнее пока соединил просто распиновку если вы не знаете лучше рекомендую вам посмотреть в интернете но как правило здесь зеленый зеленому либо этот в моем случае это зеленый с белым зеленому белый белый красный красный черный черный либо моем случае это синий и такой серый но опять же повторюсь usb кабеля эти у меня из разных времен одни наверное там вообще из двухтысячных начала один кусок вот это тут этот скорее все там где-то 2010 года где-то вот таких вот и теперь в идеале проверить контакт смотрите прикладываем их вот так вот друг другу вон там есть четыре контакта стоит конечно же проверить у меня как видим здесь напутанно потому что первый контакт не совсем правильно подключен вот он звонится с со вторым с другой стороны я примерно догадываюсь чем тут проблема по идее вот этот вот зеленый в моем случае должен быть с белым если же у вас более меня свежие вот эти кусочки которые вы отрезали то я думаю проблем не будет вы все по цветам соедините даже вот не придется таким вот образом экспериментировать так теперь проверим еще раз так давайте поменяем методику будем касаться вот здесь проводочка проверять будем на контактах чтобы они совпадали каждый сын со своим так вот видим третий звонится здесь и будем пробовать третий на этом также третий отлично берем теперь синий синий у нас первый и первый здесь отлично тоже совпадает красный либо оранжевый последний последний и остался у нас такой вот зелено-белый по идее должен быть вторым есть такое и здесь как видим тоже второй все отлично вот теперь правильно вот такой вот у меня получился нестандартная какая-то штука теперь нужно за изолировать на всякий случай конечно же изоленту и сейчас проверим его работоспособность вот такой кусочек кабеля мне вышел запускаем установщик выбираем язык здесь он английский только лишь и китайский next next сделаем иконочку вставим галочку здесь чтобы иконка была на рабочем столе инсталируем приложение установили программу для прошивки здесь важная деталь мало кто сообщает об этом но для того чтобы приставка была обнаружена usb портом его нужно подключать в белый порт обязательно не в черный а в белый вот сюда вот и нам понадобится еще спичка для того чтобы нажать вот такую кнопочку которая расположена здесь в разъеме вы можете попробовать есть щелчок здесь есть внутри кнопочка reset в и r для подключения светодиода и для подключения вы нас новый к приемника здесь такой кнопочки нет соответственно нам нужно будет ее нажать подготовим спичку и самое важное когда вы подключаете компьютеру у вас компьютер должен обнаружить новое устройство подключаем и соответственно издать вот такой вот звук запускаем приложение на компьютере вот она она запущена файл теперь нам следует зажать а вы разъем нажимаем и подключаем теперь уже с зажатым разъемом все теперь мы видим что хаб 11 подключен и у вас светится вот такой вот индикатор на приставке далее просто жмем старт и самое важное в этом процессе не отключать приставку и не производить больше никаких действий иначе приставка ваша может более не запуститься и на этом закончится ваша прошивка вам придется искать дамп и обновлять с помощью стоковой стоковой прошивки потом уже возвращаться к прошивке какой-либо другой версии потому что если вы будете обновляться на неофициальной прошивке у вас ничего не получится до тех пор пока вы не вернете стоковую прошивку на вашу приставку не запустите процесс вот идет 18 процентов ждем окончания этого процесса и будем проверять что же у нас получилось в итоге прошивка завершилась будем отключать ее жмем кнопочку стоп и подключаем к телевизору теперь отключаем приставку то вам показать все это как это работает и реально ли это все подключить смотрите мне многие задают вопросы как я снимаю видео на ноутбуке вот приставка который мы прошивали вот карта захвата обзор этой карты есть вот она подключена обзор этой карты захвата есть у меня на канале смотрите я заказывал на алиэкспресс стоит она сущие копейки там около 10 или 15 долларов вот она подключена через usb это уже смотал потому что часто приходится дергать чтобы не взломать разъем вот приставку который мы прошивали вот здесь она загружается уже как android tv и вот мы видим приставка загрузилась попробуем настроить вот таким вот образом теперь выглядит меню в этой приставке